И вот здесь меня торкает. Всё, мы сделаем это сейчас. Что-то сейчас будет. Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами будем снова играть в The Whitney... Стоп, стоп, стоп. Что это за убожество? Эта игра, она была... Она была дизайнерским совершенством. Настоящим шедевром. А теперь она выглядит так, словно у её дизайнера серьёзные проблемы с психикой. Посмотрите на отсутствие деталей. А эти цвета, они просто не сочетаются друг с другом. Вот что бывает, когда дизайнеры-дилетанты с высоким ЧСВ берутся за дело. Друзья, иногда, чувствуя внутри себя талант, нам может казаться, что наша работа будет просто бесподобными и нам не требуется никакое образование. Но по своему опыту знаю, что без должного обучения и подготовки ваш талант так и останется в стадии эмбриона. Из-за чего, если вы вдруг решите заниматься дизайном, вы будете выдавать сырой продукт и совершать одни и те же ошибки. В нашей тусовке в доску своих я вижу очень много талантливых людей. Посмотрите на эти прекрасные рисунки. Это вы сделали. И я бы хотел ещё больше вдохновить вас на самосовершенствование. Посетите сайт designer2016.rf и примите участие в бесплатном дизайнерском онлайн-марафоне, где вас будут обучать ведущие дизайнеры СНГ. И если вы чувствуете страсть внутри себя и хотите заниматься дизайном, но не знаете, с чего нужно начать изучение, то данный марафон будет отличным стартом для вас. И я бы очень хотел, чтобы вы, дорогие подписчики, развивались и создавали, например, игры. Но не вот с таким дизайном, а вот с таким. Друзья, никогда не стойте на месте. Развивайтесь, учитесь, приобретайте навыки. Ссылка на дизайнерский марафон в описании. Ну а теперь мы будем с вами играть в чудо гейм-дизайна The Witness. Как вы помните, мы решили все загадки, абсолютно все загадки в пещере, в той самой секретной пещере. Но мы еще не закончили. Нас ждут новые загадки. И сейчас я бегу решать их. И начнем мы с загадки, которая открывает вот эту дверь потайну. Я сюда, оказывается, так и не сходил. И я увидел в комментариях, что вы писали, мол, как ты мог забыть про это место? И да, теперь я о нем вспомнил. Мерси. И кажется, это будет очень трудной загадочкой. Во-первых, нам нужно абсолютно все эти штучки задействовать. О боже мой, как же это должно быть? А что если просто вот так? Неправильно. Ладно, тогда пробуем вот такую схему. Нерабочая схема, на самом деле я не понимаю. Какой-то рандом я делаю. А, фак. Эта дверь очень сложная. Ладно, вернемся к ней в следующий раз. Что-то я туплю, я не понимаю. Я понял, что в этой игре очень важно как бы освежать свой взгляд. Если ты стоишь и не можешь решить, то лучше сходи в другое место. Не стой и не тупи, потому что, значит, вообще ничего решить не сможешь. А потом вернись со свежей головой и попробуй снова. И здесь я уже чувствую, что все. Крыша съезжает. И мы в самом начале. Как приятно возвращаться в самое-самое начало, да? И здесь я, разумеется, это подсмотрел, но не подсмотрел решение. И посмотрите на это. Это же просто охренеть. Это же... Это же загадка. Знаете, вот это... Мне всегда прикалывает, когда ты вроде бы вышел, и ты не замечаешь вещей, которые на самом деле можно использовать. И которые ты только потом в конце, пройдя всю игру, такой... А-а-а, посмотрите-ка на это. Это же загадка, оказывается. Как мне это придет? И мы должны ее решить. Это загадка с треугольничками. А значит, мы должны... Эм... Как-то ее решить. Так. Раз, два... Ну, нужно до всех до них докоснуться по одному разу. Хорошо. А сколько у нас здесь? Вот, раз, два, три. Может, вообще вот так вот пойти. Стоп. Коп. Раз. Как-то мы, конечно, мудрим, по-моему, немножечко. Так. Вот каким-то таким образом я иду... Ой, какие-то странные вещи творю, по-моему. Прошлись здесь, докоснулись. Потом вот так. И... Все. Мы потрогали абсолютно всех. Мы должны... О, батька. Смотрите, провод зажегся. Куда он ведет? Куда-то сюда. А! Смотрите, загадка прямо тут. И мы... Мы отсюда же вышли. Офигеть. Хорошо, надо встать, получается, вот тут. И начать. Мы должны пройтись по черным-черным-черным-черным. Смотрите. Можно решить разными способами. А какой толк? Что происходит? Допустим, вот теперь мы идем... Стоп. А мы... Мы не можем решить ее разными способами. Мы можем только... А если вот так? А, вот видите, мы не задели, как бы. Соответственно, у нас только одно решение. И оно вот. Ну, или, допустим, вот это. Либо вот... Это. И на что это влияет? Ну-ка, если попробовать... Вообще... Вообще не знаю. Вот так пойти. Обойти все. Мы... Очевидно, мы решили, да? Но... Но что-то не то. Хорошо. А, погодите. А вот, например. Окей. Я вот вижу, как здесь начинается... Загадка. Видите? Ну, в смысле, символ начинается. И вот... Кстати. Кстати! О! Мы прошли! Погодите. Вот как делается символ так. Но он не завершенный. Он не завершенный. Он не завершается, блин. Потому что он... Потому что он здесь завершается. Так. Стоп. Смотрите. Он завершается здесь. Каким образом только. Непонятно. Блин. Может быть, надо встать как-то? Нет. Мы можем видеть только вот здесь. Продолжение его. Вот. Только так он соединяется. Значит... Может быть, он должен пойти по этой линии как-то. Вот до сюда. Хорошо. Вот попробуем решить как-нибудь иначе эту загадку. Так. 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 Стоп. Вот сюда. Ну, как бы она белая. Линия белая. Должна быть желтой. Вот в чем вся проблема. Ну-ка. А меняет ли она свой цвет, если мы как-то по-другому решаем? Нет. По-моему, нет. Ну-ка еще раз пробуем. И тут я хитрожопа что понял. Смотрите. Знаете, ведь есть же обелиски. На обелисках начерченные символы, которые мы должны отыскать. И сама грань обелиска указывает на то, где расположена та или иная загадка. Значит, если мы найдем обелиск, который... Хрен знает где находится. Где он может находиться. Если мы найдем этот обелиск, то мы можем понять, как рисуется. Но он есть вон только там. Указывает... Вообще не туда. Блин. Блин. Вспомнить бы, где он был. По-моему, возле храма китайского стоял один. Вон он. Уф. Ну, как я его должен рассмотреть? Ладно, тогда другая мысль. Мне кажется, это более практично будет. В принципе, там не так много вариантов решения той загадки. Опять же, если предположить, что я верно предполагаю, что это часть символа. И его нужно просто правильно нарисовать. Смотрим. Есть вот такой вариант. Хоп. Хоп. Он не желтый. Следующий вариант. На самом деле, я ошибся. Вариантов достаточно много. Так, смотрите. Вот есть еще один. Еще одна. Один тотем. Обелиск. И посмотрите, здесь как много всяких символов, которые мы еще с вами не начертили. Мне кажется, что надо будет сделать отдельный выпуск по этой теме. И смотрим. В ту сторону указывает вот сколько символов. Раз, два. Вот эти я помню даже, если честно. Вот этот я не знаю. А, этот как раз солнце. И вот так вот вниз. Это супер важный. Супер-супер важный символ. А этот, кстати, это мы слушали уже. Поскольку он не горит зелененьким. Значит, мы это слышали. Хорошо. Из всех сложных, кажется, вот этот наш. Поэтому мы делаем фотку. Это, кстати, прям точно он. Смотрите, тут даже нарисовано, как нужно встать. Кажется, я нашел, ребят. Побежали. Окей, мы здесь. Блин, как же весело. Смотрим на символ и рисуем. Фак, погодите. Стоять. Теперь рисуем. Значит, идет, идет себе вот так. Так. Погоди, а как же вот эта кнопочка? Вы что, издеваетесь, что ли? Блин, ну ладно, как скажете. Попробуем пройтись так. А-а-а. Ха-ха-ха. Вот оно что. Мы должны загадку решить неправильно. Все. Мы должны были просто решить неправильно. Значит, теперь нам нужно... Вроде бы, вроде бы мы все, я не знаю. Я посмотрел, так побегал. Здесь больше ничего такого нету. И теперь нам нужно активировать вот этот символ. Он здесь находится. Но чтобы его активировать, нужно, чтобы вот эта труба и вот эта линия загорелась белым цветом, таким же, как солнце. И я посмотрел вот сюда. И кое-что вспомнил. Я вспомнил, что открывал однажды ящик. Помните при вас? И вот. И вы понимаете, да, что это очень похоже на ту самую загадку в самом начале. Сначала я не понял, для чего это нужно, но, как мне кажется, это ключ. Окей, мы здесь. Значит, смотрим. У нас... Давайте решать. У нас три треугольничка было вот здесь. Соответственно, мы должны три раза пройтись. Вот так. Далее тут два раза. И здесь один. И вот здесь меня торкает. Все. Мы сделаем это сейчас. Что-то сейчас будет. Вот тайная комната с этим логотипом. Офигеть. Окей, мы... Все. Все, мы идем. Я не знаю, что там будет. Там будет аудиожурнал. Детка, отлично. Планшеты. Кто-то, кто наблюдал, смотрите, как решаются загадки, продумывал, прорисовывал это. Это лаборатория, кабинет разработчиков, смотрите. Слушайте музыка. Очень необычная. Такая таинственная. Ладно, слушаем. Я всю жизнь искал тебя песнями моими. Они водили меня от двери к двери. И песнями прикасался я к миру в поисках... в поисках моих. Мои песни научили меня всему, что я знаю. Они указали мне скрытые пути. Они зажгли перед глазами много звезд на горизонте моего сердца. Они вели меня целый день в таинственную страну радости и горя. К каким же дверям чертога привели они меня, наконец вечером, когда путь мой окончен? Как это интерпретировать? Я не знаю. Речь скорее идет о какой-то некой страсти, возможно. Я не знаю, страсти, которая именно двигает, заставляет людей погружаться в мир, в его таинственность и раскрывать эти тайны. Ведь желание познать этот мир возникает из этого вот страсти. Внутри она загорается. Ты поешь песни и идешь, припевая к чертогам. Что сказал Евгений? Убейте его, пожалуйста, кто-нибудь. Ну, я не знаю, надеюсь, вы что-то черп... Ну, какую-то мысль мою улавливаете. Мне сложно сегодня даются какие-то высказывания. Смотрите. В принципе, мне всегда сложно дается. Звук Ваби Саби Саунд. Эндрю Лаки. Боу Джиммин Химинес. Окей, это имена. Что это, типа, были титры? Это ребята, которые работали над звуковым сопровождением. В этой игре. Мы, правда, в офисе разработчиков. Так, и таким образом титры будут преподноситься у нас? Смотрите, это... Какие-то... Это концепт-арта, да? Я так понимаю, наброски просто. Хорошо, давайте встанем вот сюда. Ай, блин, это потрясающе. Я не знаю, это просто великолепно. Это здание тупо появилось здесь. А как мы так возвысились? Мы же даже... Стоп. Как мы могли возвыситься? Я не понимаю. Если... Очень необычно, да? Фак мой мозг. И теперь мы высоко, внезапно. Хотя не должны. Ладно, давайте посмотрим, послушаем этот журнальчик. Основная команда разработчиков игры The Witness состояла примерно из следующих лиц. Это титры. Дизайн управления штурвалом всего корабля. Джонатан Блоу. Это... Вот этот самый идейный вдохновитель. Хорошо, давайте послушаем. А попробуем вот отсюда. Мы можем отсюда. Луис Антонио. Орши Шпаниол. Эрик А. Окей. И отсюда мы тоже, да не можем, облака собрать. Блин. Ну, смотрите, вот как бы одна часть уже здесь нарисована. А как... Как выстроить их по-другому? Я не понимаю. Блин, просто шедеврально все это. Я вот смотрю каждый раз и восхищаюсь. Я не знаю. Эта игра заставила нас восхищаться миром, его красотой. Просто, вот это просто, просто, просто прекрасно. Дом в облаках. Стоп, это пещера какая-то? О-о-о. Оранжевый? Дополнительный вклад в моделирование. Ага, это все еще титры. Как это все может умещаться? Это полная абстракция. Так, хорошо, дальше идем. Ага, мы здесь... Смотрите, где... Это уже загадка с музыкой. Мы вышли отсюда. Просто браво, это так круто. Я не знаю, мне сейчас прям по-детски кайфу от этого. А! Вы понимаете, да, что сейчас происходит? Мы только что вышли вот оттуда, когда пошли сюда. И выходим вот оттуда, когда идем сюда. И когда мы были там, и смотрел я вот на это все, оказывается, это был дом разработчиков. Понимаете, да? Я не понимаю. Я не понимаю. Это гениально. Опа! Охренеть. Просто охренеть можно. Во! Посмотрите, где мы вышли. Мы только что были вот там. Как они это сделали? Что за телепортация? О май гад. Не понимаю, почему вот эта тучка? Для чего она есть? Может быть, мы в итоге сейчас к ней придем? Это же не может быть все просто так. Или же наоборот, это все просто так. И они такие, типа, поугарали над нами. Да. Да. Директор Пирс О'Тул. Директор Лиэм О'Брайан. Существующие. Ален Фридман, КАС. Р. Дучхилл. Диалог-эдиттор Гоэн Ли. Директор фотографии для офис-шута. Берлайн Харрисон. Дорога-производителя голоса, Триша Миллер, Андрю Берлинсон и Данил Ван Томас. Том Биссел служил как первая история консультант. Квот от Агустина Хиппо был переводителем Майкла Неглера и может быть найден в книге Экнаф Исуаран «Будо делает рекламы, чтобы плевать». Хорошо, пошли дальше. Это и есть та самая супер-секретная концовка. Данил Бен Мерги. Вот еще одна. Марк Тен Бош. Вай Харт. Крис Хеккер. Брайан Мориарди. Крис Бучер. Эрин Робинсон. Джефф Робертс. Уан Чан. Слушаем дальше. Откуда эти чемоданы? Для чего они? О май Год. Посмотрите теперь, где мы. Так, мы выше даже этих облаков, которые... Я вообще не понимаю, каким образом они могут выстроиться в какой-то символ. Идем дальше. Даже не знаю, как комментировать сейчас все происходящее. Это просто шикарно. Это шедеврально. Мы идем. О, блин. Что это? Что это? Что это? Что это? Это какой-то офис. Смотрите, мы его видим буквально на мгновение. И он исчезает. И появляется. Окей. А, мы здесь... Смотрите, это загадочки. А, фак. Ах вы хитрожопые. Как мы... Так. О, блин. Слушайте, а это реальный офис. Там человек-труп лежит, что ли? Странно. Но это прям... Смотрите, как они сделали красивое. Очевидно, что это 3D. Но, блин, это выглядит, как будто реальная фотография. Может быть, это смоделировано 3D и с фотографиями, и с фото текстурами. А, фак. Блин, погодите. Идем дальше. О! Слушайте, ну это уже какой-то стрём начинается. Обалдеть. Эта игра просто... Я не знаю... Я не знаю, как... Что сказать? Куда мы ушли? О! Я не двигаюсь. Она сама. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Мой тот чувак, который сейчас лежал на диване Это что, бутылка с мочой? И катетер? О, блин, мы... Мы были подключены, типа, мы были вот на том острове То есть, как бы это все такой эксперимент Елочка? Как в тему, блин? Итак, скоро Новый год Хорошо Там написано что-нибудь, типа, процесс завершен, симуляция завершена Не забудьте вытащить катетер Из уретры А, нет, это... Он уже вытащен Кто-то предусмотрительно это сделал И вот здесь они работали над игрой Получается, это их реальный офис Интересно, это сам Джонатан Блоу? Все хорошо Прилibile И вот здесь мы с вами Д exemplo И вот здесь мы clawим И вот bizarre Готово Время Нон Н� Н Rank This Нон 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 Это что, монетки, да, что ли? Это монетки, по-моему. Я тоже так всегда складываю, когда мелочевка в карманах остается, я складываю где-нибудь возле стола или возле прихожей такими стопочками. В чем прикол? Окей, смотрим. Блин, каждый раз, когда я вижу все эти загадочки, хочется сразу нажать на мышку и начать решать. Воу. Я понял. Для него теперь все означает какую-то загадку. Видите, он пытается решать, провести по кругу, нажать на две точки, на две башки этих человечков. Так, открыть печенюшки. Они круглые. И они такие... Почему? Почему это надкушенное, надломленное? А это идеальное. Оно красивое. Куда-то надо подставить. Или сожрать просто. Что это? Так, хорошо, ложечка. То есть, типа, как ты после того, как прошел The Witness полностью, как ты смотришь на мир? Все кажется интересным. Как все звучит. Разные тональности кружек. Сама ложка. Все эти формы, они все могут что-то значить. В принципе, так и зарождается великие открытия, великие теории. Когда... Ну, как человек начал изучать круг и его природу. Просто... Смотрел на все это, думает, как разные предметы разных размеров могут быть при этом круглыми. И тут мы выходим в огромный мир. Смотрите, символ. Сразу видим. Интересно, будет ли он его чертить сейчас? Мы, по сути, знаете, это сейчас кинематографичная версия начала самой игры The Witness. По сути, было то же самое. Что же можно сказать, Вам никто не было capitalize. Значит, посединим. Вез乾ку. Как это constellations? Продолжение следует... И меня выкинуло из игры. Вот она концовка. Ох, это просто шикарно, ребят. Вот знаете... В принципе, да, мы поняли эту концовку. И что могу сказать напоследок... Красота, она в деталях. В мелочах. Ведь посмотрите на эту игру. Она везде, абсолютно везде, во всех моментах, какими-то маленькими штучечками дорадует нас. Везде. В дополнительных концовках. Внутри самой концовки. В обычной концовке. В секретных штучках. В том, как ты перемещаешься по этому острову. Что ты видишь при этом. Как ты заново смотришь на этот мир. Блин. И повсюду детали, детали, детали. Вот так надо работать над... Своими проектами. Сидеть и вытачивать каждое, каждое, каждое... Каждое, абсолютно, место, чтобы все блестело, чтобы все пестрило. И... Знаете, вот как мир, вот ты смотришь на него, и видишь кучу деталей. Кучу всего просто... И когда ты смотришь фильм с галимой графикой, да, ты видишь такой, блин, ну что-то как-то недоделан, недоработанно. И потом ты, бац, смотришь другой фильм, где графически все так красиво сделано, где каждая деталька учтена. И ты такой наслаждаешься, видя всю вот эту фигню. Ну, в общем, вы понимаете, к чему я. В общем, соблюдая детали, добиваешься чего-то прекрасного. Ах. Не могу себе представить, как много работы было вложено в эту игру. Это просто браво. Можно только поаплодировать стоя, но, к сожалению, если я встану, я выйду из кадра, поэтому считайте, что я встаю. Браво, браво, браво. И я надеюсь, что чувак выпустит еще немало прекрасных игр, абсолютно разных, и одинаково сложных, интересных, простых, и загадочных, и вдохновляющих. Это была The Witness. И мы с вами полностью ее прошли. И я буду очень скучать по ней. И она пополняет золотую коллекцию нашего канала, в который входит Талас Принципал, Античамбер, The Witness даже, и как там еще ее? The Moon, Сома. Надеюсь, не забыл никого. Надеюсь. Вот это... Блин, я хочу больше таких игр. Я не знаю, есть ли еще где-то такие шикарные, но я буду их искать, и вы советуйте, ребят, мне их. И, в принципе, я не знаю, что еще осталось сказать про эту игру. Мы уже столько всего сказали про нее, и... просто кайф. Внутри просто бушуют эмоции, радость и... вдохновение. Надеюсь, у вас тоже. Ребят, огромное всем спасибо, что смотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И я очень надеюсь, что вы будете со мной до... до... бесконечности. Потому что мне очень нравится проводить с вами время. И я чувствую даже сейчас, несмотря на то, что вас нету со мной в комнате, я чувствую, смотря просто в объектив камеры, ваш... вашу реакцию, ваш настрой. И... я вижу, что вам тоже нравится. И... блин, это очень меня прикалывает. Я чувствую волну, на которой мы вместе с вами находимся. С вами был Юджин. Люблю вас, обожаю, целую. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, если вы не подписаны, становитесь в доску своими. И... пятюль напоследок, как всегда. Вы готовы? Раз, два, три... И... Пять! Пять!